Турция – это настоящая туристическая Мекка, с бесконечными пляжами, термальными источниками, горными лыжами, высококлассным сервисом и потрясающим шоппингом. Географической особенностью Турции является ее важное расположение на перекрестке путей, соединяющих Европу и Азию, а ее солнечно-песочное побережье омывается четырьмя морями – черным, средиземным, эгейским и мраморным. Помимо курортов, спросом во всем мире пользуется натуральный камень из Турции, а на его запас приходится 40% от мирового. Турецкий камень используется при реализации крупных архитектурных проектов во всем мире. Типология пляжей Турции не ограничивается только лишь песком и галькой, и в остальном все они прекрасны. Как песочные, так и галечные одинаково хороши, каждый их них обладает тем или иным преимуществом. Так, вода галечного чище и прозрачнее, к тому же теплая галька является едва ли незамена SPI-салону, ее можно погреть спину, при этом, разгоняя, лимфатическую систему, или походить по гальке, массируя стопы. Такой массаж способен оказывать положительный эффект при лечении многих заболеваний. В то же время, песочные пляжи Турции хороши для принятия солнечных ванн, особенно если отдых семейный вместе с детьми. Пока ребенок строит песочные замки, родители могут поиграть в пляжный футбол или волейбол. Если перед туристом стоит вопрос, где в Турции песчаные пляжи, то ответ «Средиземноморье» напрашивается сам собой. Чем бесконечно перечислять все турецкие пляжи, лучше составить небольшой топ-18 мест в Турции, где самый хороший средиземный отдых. Лучшие варианты песчаного типа, первый в списке лучших – Клеопатра. Один из самых красивых и популярных в Турции. Его протяженность 2 километра, а песчано-галечное покрытие видно сквозь прозрачную воду даже при сильных волнах. Существует мнение, что песок сюда был завезен из Египта, и прогулявшись разок по нему босиком, в это можно безоговорочно поверить. Лара находится в одноименном заливе Анталии. Пологий берег, чистота и парковая зона делают это место чуть ли не лучшим для отдыха в Турции, так как отдыхать тут можно как в одиночку, так и в компании, и со всей семьей. Кумкой. Песок здесь на пляже при входе в море и в самом море тоже. Пляж Кумкой широкий, вход в воду пологий, что радует родителей, отдыхающих с детьми. Сам по себе поселок Кумкой просто создан для любителей ночной жизни, здесь много ночных клубов и дискотек. Дневной отдых наполнен катанием на джипах, яхтах и рафтингом. Козелгач и Кизелот являются отличным местом для уединенного отдыха, где можно вдали от суеты насладиться тишиной и покоем, спокойно искупаться в теплой воде и погрузить ноги в мелкий песочек. Кикубат. Еще один пляж, отмеченный голубым флагом, его основное отличие от уже названных, это то, что вход в море является галечным, но, как и в большинстве, он долгий и пологий, без перепадов глубины. Обратите внимание, многие пляжи Турции отмечены голубым флагом, это международная награда, вручаемая самым лучшим пляжем и причалом, отличающимся высокими стандартами качества и чистоты, пригодными для купания. Места, где в Турции песок на пляже и самое чистое море, это «Долматаж» славится мелким песком и бесплатным входом, также отмечен голубым флагом. Олимпос, это провинциальный пляж, расположенный в одноименном поселке, недалеко от Кемера. Олимпос и близкий к нему Чирали, это рай с нетронутой природой, утопающий в гранатовых и апельсиновых садах, 4 километра малолюдных пляжей и древних достопримечательностей. А еще, Олимпос одно их немногих мест Турции, где можно увидеть морских черепах. Потапа, это древний ликийский город в провинции Анталия. Линия пляжа здесь протянулась на 18 километров, вход в море пологий и чистый, а по берегу бегают мелкие крабики. Строительство в прибрежной зоне в Потаре запрещено, так как это место является частью национального парка, а значит здесь нет большого скопления туристов. Капуташ представляет собой небольшой карман между скалами с чистейшей водой и потрясающим мелким песочком. Капуташ, это красивый и тихий оазис, вдали от цивилизации. Истузу, это охраняемый турецкий пляж, облюбованный черепахами. Основная привлекательность пляжа в его мельчайшем белом песке, находиться тут, одно нескончаемое удовольствие. Афсаллар. Место славится своей природной красотой, побережье в основном песчаное, но изредка попадается галька. Здесь в большом количестве предлагаются SP и услуги, турецкие бани, разнообразные виды массажа и таласотерапия. Фитхье, это район и город-курорт на побережье Средиземного моря, у подножия Ликийских гор, покрытых соснами и кедрами. Благоприятный климат здесь как будто специально создан для здоровительного отдыха. Все пляжи Фитхье, общественные, лучше из них находятся рядом с поселком Алюденис. Кунду, один из самых современных курортов в Турции, где имеются песочные пляжи. Кунду довольно спокойный курорт, отлично подходящий для семейного отдыха с детьми. Мелкий золотой песок временами переход в гальку, но она мала и почти незаметна. Отлично развитая инфраструктура и чистота пляжей Кунду также отмечена голубым флагом. Помимо общественных и с платным входом, в Турции в достатке имеются отели с собственными песчаными пляжами, посетить которые возможно лишь при заселении. Лучшие из них УОУ Кремлин Палас, Айси Грин Палас, Лара Парк Хотел, Войедж Белик Голов Спа, Алара Кум Хотел, Камелия Уорлд, Астерия Сайт и Санрайсквин. А еще карта Турции пестрит пляжами в окружении сосен. Помимо уже названных, это еще и Инжекум, Гунлук Луи Саргун, и Инжекум по-турецки, мелкий песок, что уже говорит о многом. Это идеальное место для семейного отдыха, пологий берег позволяет максимально безопасно войти в воду, а красивейшие закаты и романтическая атмосфера влекут сюда молодоженов. Место окружено сосновым лесом, а, как известно, сосна благотворно влияет на легкое дыхание и здоровый сон. Саргун. Излюбленное место для туристов, любящих тишину и спокойствие. Здесь прекрасный воздух, носящий хвойные ароматы и соленый морской бриз. Оздоровление здесь не только физическое, но и душевное. Гунлук Лу порадует не только сосновыми и эвкалиптовыми лесами, но и нетронутой природой и уединенностью. Важно, небольшую опасность может представлять для туристов местная фауна. Отправляясь на отдых без сопровождения, стоит внимательно изучить информацию о местных обитателях. Места, где в Турции песчаные пляжи и пологий вход в море, являются отличным выбором для отдыха с детьми. Таким требованием отвечают Сиде и Беляка, а также Саргуны Фетхие с их сосновыми, кедровыми и эвкалиптовыми лесами. Алания. Алания – это город и курорт на побережье Средиземного моря. Пляжи здесь сплошь песчаные, к тому же славут лучшими в Турции. Побережье тянется на несколько километров, с пологими берегами, укрытыми бухтами и спокойным морем. Кроме уже названных Клеопатры, Афсаллар, Кикубат, Инжекум и Канаклы, здесь есть не менее привлекательные и живописные Махмутлары и Акурджала. Помимо традиционных развлечений, в Алании можно заняться рыбалкой, рафтингом, винчерфингом, дайвингом и яхтингом. Лучшие пляжи в Турции Белик, как и Алания, находятся на Средиземноморском побережье. Это самое респектабельное и роскошное место для отдыха в Турции. Отели здесь только пятизвездочные, отличаются повышенным комфортом и довольно высокой ценой. Но оно того стоит. Современно оборудованные чистейшие пляжи соседствуют с сосновыми, кедровыми и эвкалиптовыми лесами. Песок на пляже встречается как мелкий, так и крупный, вход в воду пологий. Все пляжи Белика удостоены голубого флага. Самые чистые пляжи Турции ближайший к городу Фетхия пляж, Чалыш, галечно-песчаный. А вот Алюденис с его голубой лагуной славится как раз мелким песком. Расположен в заповедной зоне, а потому вход сюда платный, то же самое с зонтами и лежаками. Еще один песочный вариант Алюдениса Бельджикис является бесплатным, откуда можно отправиться на катере в долину бабочек. На пляж Кедрак туристы отправляются за уединением, подальше от толпы, здесь довольно знойно и пустынно. Вокруг старого города Сиде расположены два основных, западный и восточный. Несмотря на близкое соседство, характеристики разнятся. На западном любят отдыхать с семьями из-за его безопасности и обилия водных развлечений. Во время курортных сезонов здесь многолюдно и шумно. Пляж украшает апельсиновые и хвойные рощи, что придает ему дополнительную привлекательность. Большинство пляжей Кимера галечные, но и без песчаных никуда. Правда, песок тут насыпной, поэтому вход в море все равно покрыт галькой. В самом Кимере пляжей два – городской и лунный свет, и оба они бесплатные. Песчано-галечный из них второй, он отлично обустроен для отдыха всей семьей. По большому счету Турция – страна безопасная, не считая мелких краж, поэтому ценности лучше держать в сейфе отелей, плата за эту услугу сравнительно небольшая. Турция – мусульманская страна, поэтому, к примеру, при входе в мечеть, для женщин здесь есть строгий дресс-код, длинная юбка и покрытая голова. Обувь тоже следует снимать. В Турции нельзя фотографировать местное население без их согласия. Употребление алкоголя в общественных местах может также вызвать неодобрение среди местных. Стоит обращать внимание и на низкую цену алкоголя, к сожалению, отравление некачественными спиртными напитками в Турции нередки. В Турции нельзя курить в неположенных местах, иначе грозит штраф. Заброшенные мимо урны окурок также могут оштрафовать. Недорогие турецкие отели грешат подачей вчерашних блюд. При сильном постороннем либо специфическом запахе, от еды лучше отказаться. Какой отдых в Турции может обойтись без пляжа? В общем-то, никакой. Избежать пляжного отдыха здесь не удастся, да и не надо.